Спортбайкеры Сергей поделится с нами Своей историей восстановления После тяжелой мотоаварии Расскажет нам секрет идеальной формы И откроет страшную тайну Почему он снова купил Точно такой же S1000R На котором он ехал в тот злополучный день Итак Как получилось, что так много спорта Случилось в одной Отдельно взятой жизни? Слушай, ну на самом деле, как всегда Я думаю, виновата во всем детстве У меня был очень яркий пример перед глазами Мой отец, черный пояс подзюдо Занимался биатлоном, плаванием, стрельбой И чем там только не занимался Я всегда очень хотел до него дотянуться И, конечно же, он ездил на мотоциклах Даже в моем детстве, когда он меня наказывал Наказания практически никогда не были телесными И в определенный момент он мне сказал Что, вот когда мы с тобой сравняемся по силе Вот в этот момент Я смогу тебя наказать Я, говорит, не знаю, из-за чего это произойдет Из-за моей старости или из-за того, что ты вырастешь До нужного уровня Я помню, в школе Или в начальных курсах института У нас как-то с ним все-таки случился спарринг Он произошел на татами Он был мной недоволен И мы выясняли отношения Вышли оттуда с рассеченными бровями Хотя папа, конечно, в вопросах дзюдо выше меня На две, на три головы Какой спорт самый любимый? Вот из всех чем довелось заниматься? Ты знаешь, сложно выделить на самом деле Ну вот тем же дзюдо я занимался достаточно много по времени И, собственно, у меня есть сын У меня сейчас 12 лет И сын тоже занимается дзюдо Чем я очень доволен При этом мне, например, всегда нравилось бегать Причем мне сложно дается бег на короткие дистанции А на длинные Вот я прям дальнобой Вот И когда ты бежишь, у тебя в какой-то момент возникает ощущение легкой эйфории Вот Я часто бегал и улыбался Да, есть такое Вот не так давно стала бегать В принципе, пару лет только Но когда проходит тот момент, когда вот наступает усталость Ты уже просто бежишь И у тебя как приход Это как на мотоцикле ехать больше полутора тысяч в день Вот когда едешь там в 700-800 Там устаешь, там что-то тебя напрягает Где-то чешется, где-то экипировка не так спивается Но когда ты едешь уже за полторы, ближе к двум Там такая эйфория Никакие средства изменения сознания с этим не сравнятся Так давай теперь про мотоциклы Когда же они с тобой случились? Мотоциклы со мной случились в возрасте около трех лет У меня было У меня папа ездил на Эрке, довоенной ВМВ Собственно, я ничего не помню из этого возраста Вот кроме одного эпизода Когда он меня прокатил подачи на бензобаке И вот этот трясющийся бак И идущая дорога Ну, это были несгладимые впечатления Потом он меня приучил к этой же теме Сначала со скутеров Мой первый скутер был Судуки Сепи ZZ И мне было, наверное, около 12 лет Ну и потом по нарастающей В 1998 году у меня появился первый мотоцикл Как вообще складывалась мото-жизнь? Что нравилось, что не нравилось? Как пришел к спортивным мотоциклам? По сути, меня бросало из крайности в крайность Я повладел эндуро, там, легкими эндуро Тяжелыми эндуро Ездил на спорте Ну, стриты прошли в какой-то момент Например, там, Хонде Хернуд у меня был Там, что только с ним не было Начиная от вилки, заканчивая корбами Которые оказались пластиковые Они расплавились Заслонки в карбюраторах В общем, там были чудеса и волшебство Зато два шикарных укропа, которые плевали с пламенем После него, как ни странно, взял вообще Хонду Баджо Это было психологически сложно Потому что она не ехала от слова совсем Она пыталась ногой толкать Через год плюс к ней я взял 800 BMW Это, собственно, был мой первый новый BMW Гусенок Так оно все эволюционировало На Дукатте поездил Ну, короче, покатался Классно Так почему все-таки S1000R? Что в нем такого? Почему к нему пришел? Вообще, это мотоцикл самый классный из тех, что были? Или вот просто это был один из очередей Просто ситуация случилась на нем? Я бы не сказал, что он был самый классный То есть я планирую продолжать Нет предела совершенству Мы найдем самый классный мотоцикл, я уверен Но почему было именно он на тот момент? Но пока еще не случилось 80% моего пробега – это город В городе на спорте меня не очень устраивает посадка Клипоны Ну, как бы мне хотелось бы более прямой руль Чуть более прямую посадку При этом мне хотелось как бы злобный норов, да-да И возможность отжарить Эндуриков немножко не хватало Но это все-таки отдельная песня Там покататься по лесу Все в одном все-таки не бывает Да К сожалению, пока еще нет И как же складывались отношения с этим 1000R-ом? Слушай, с СССР мы не очень подружились на самом деле Я взял его, ну, как уже говорил, новым Собственно, это был мой подарок себе на день рождения У меня большинство мотоциклов рождаются как подарок на день рождения Прошел обкатку Вроде все нормально Кстати, даже во время обкатки были уже грики небольшие Он, как оказалось, не ограничивал обороты Ну, не ограничивал, не ограничивал Обкатал нормально При раздушке там тоже были сложности Оно затянулось на 6, по-моему, или 7 часов Они не могли понять почему Но в итоге, типа, все получилось Мне отдают мотоцикл, все отлично Я езжу на нем какое-то время И выезжаю на Новокаширское шоссе попробовать максималку Откручиваю до упора, шарашу Все вроде бы нормально И в какой-то момент, там, сильно за 200 Мотоцикл зажигает гирлянду с чек-энженом И начинает оттормаживаться двигателем Я его перезагружаю, ну, на лету Выкручиваю газ еще раз Он повторяет свой алгоритм Я оттормаживаюсь, параллельно звоню ему Дилерам? Господам, да Вот, Игорь говорит, да, такая фигня Они говорят, хрен знает, вези Я разворачиваюсь и еду к ним И появляется такая проблема Что если ты резко даешь газу Мотоцикл сразу глохнет Чек, до свидания Если ты плавно крутишь газ То до 110 он разгоняется Вот так вот плавно А прошу прощения, зачем тогда он вообще нужен Если на нем открываться плавно? Конечно, нахрен не нужен Я приезжаю к дилеру Они разбирают его там, вплоть до бензобака Смотрят и говорят Мы ничего не нашли Кроме какого-то мелкого песка Там под ручкой газа Все почистили, проблемы нет Катайся Я выезжаю оттуда, выезжаю на Ленинский Там что-то я до 210 или 220 Отжарил Проблемы нет Все нормально Думаю, ну, видимо, полечили Вот И продолжил на нем кататься Пока в какой-то момент У него на скорости около 180 Не отказали тормоза Это было любопытно То есть все-таки BMW Это ломучая Г, простите Или Ты понимаешь Вот у меня сложное отношение с BMW На самом деле я недавно машину BMW взял И, опять же, взял ровно у того же дилера Все ровно так же Я иду на это сознательно То есть я понимаю, что Ну, как бы вся сложная техника Особенно заряженная сложная техника Она так или иначе где-то может ломаться А сейчас нам скажут опять Ты же, блин, рекламируешь BMW Ты же им продалась, ребята Вот у человека ломается BMW Кисяков, пожалуйста Вот у человека достаточно Вот у него 1, 2, 5, 10 И он покупает его снова Ну, он точно не дурак Я не знаю, что с ними такое Они заразные Но при этом Ни Сергей, ни я Не получаем зарплаты от BMW Правда? Да, я не получаю Причем гусенок тоже ломался, кстати Слава богу, что у меня был XR в параллель То есть хоть сезон не сгорел Я приезжаю на паркинг Выходит мастер-приемщик Садится на мотоцикл Тормозов нет Загоняет в бокс Тормоза есть Хрен пойми как В общем, они прокачали их Там обновили ПО Я оттуда выезжаю Катаюсь километров 200 Опять даже ерунда В общем, ездил несколько раз Выяснилось, что там какое-то повышенное давление В общем, обратный клапан Какой-то не справлял давление В общем, какая-то замануха Я не стал вникать Главное, что починили День X полностью совпал с днем покупки этого мотоцикла Ровно через год Я выезжаю на Севастопольский Проезжаю незначительное расстояние И меня собирает Lexus В прошлый раз, когда у меня вот аналогичным образом Начала перестраиваться тачка Понимая, что избежать столкновения мне не удается Я сместил центр тяжести в сторону этого автомобиля Для того, чтобы удар произошел раньше Во-первых, водитель быстрее услышит А во-вторых, ты на месте устоишь Потому что, ну, тебя шатнет Ну, да, и выровняешься Ну, да, и выровняешься, по сути А во-вторых, выкрутил газ Чтобы, ну, во-первых, повысить тягу и устойчивость Да, а во-вторых Покасательная отличность Вот для чего нужно ходить в мотошколу И для того, чтобы повышать свой уровень вождения Человек, который просто получил права вот этой информации Ему взять ее неоткуда Ребята, обязательно занимайтесь экстремальным вождением Ну, как минимум, будете целыми А в этой ситуации я уже не мог так поступить Ну, то есть, я мог сделать все, кроме газа Так я и поступил То есть, меня начинает перестраиваться машина Я наклоняюсь в ее сторону Происходит удар Но, в отличие от первого водителя Этот продолжил движение прямо Как выяснилось в дальнейшем Это был престарелый армянин И он просто Стормозил То есть, он растерялся После того, как я улетел Он еще проехал там под кирпич Приличное расстояние И только там затормозил Собственно, у него была задача Он хотел пробку объехать В момент удара Осознавал, что происходит? Когда уже потерял контроль Когда летел Вот все мысли Попробуй вспомнить этот момент Как это происходило Ты знаешь, нет У меня был прецедент Когда ДТП не состоялось И я вот в этот момент подумал Что я Довыпендривался И все случилось Да Но в последний момент Там увидел лазейку И проскользнул А в этой ситуации нет Я по сути боролся И Ну, как бы я не думал Что это принесет Какие-то Настолько серьезные последствия То есть, до последнего Ты думал, что удержишь мотоцикл? Даже когда я понимал Что я его не удержу Я пытался за ним прятаться Я пытался вписаться Там два крупных столба было Вот Пытался пройти между ними То есть Ну, вот Я рубился с ним до конца У меня моргнула картинка То есть Я погас на какое-то время Но это произошло Уже в момент Когда Сломалась рука Моргнул А потом Уже лежу на асфальте Просто удар был такой Обо что-то Или вот этот момент Как раз К сожалению, обо что-то То есть Если бы не обо что Я был бы жив целый орел Вот Но я остановился На финальном столбике Он был маленький Металлический Но он тебя ждал? Он меня ждал, да Несмотря на полный тип Двойную, по сути Защиту спины Потому что У меня и была защита спины И был моторэкзак Защита спины А спина сломалась Тупо через группу Ты это почувствовал? Было больно? Было страшно в этот момент? Вот ты лежишь Что происходит? Я лежу Я У меня заиграла музыка В гарнитуре Я пытаюсь Выключить Ну, то есть Я поднимаю руку В надежде выключить музыку Понимаю, что Да, что рука Меняли Вот Беру вторую руку Отщелкиваю просто гарнитуру Отбрасываю в сторону Ну, просто Чтобы понимать Что происходит Вокруг Да Пытаюсь приподняться Понимаю, что Спине хана Спине острая боль Я думаю, так Продолжать мы не будем Мы полежим Остановимся на этом Да Сразу подъехал мотобат Он не видел ДТП Но слышал звук Он ехал в обратном направлении Я думаю, это было слышно Да И Подошли тоже какие-то ребята Из машин Виновник ДТП не подошел Но Там С ним отдельная история Его в итоге запугали Полица И он вообще Несчастный человек Но Все-таки Компенсацию он какую-то Осуществил Мы в итоге С ним договорились Да Он компенсировал У меня стоимость лечения Кто дальше Как в больнице Что собирали Как произошло Дальше было весело Приехала скорая Я позвонил отцу Попросил забрать мотоцикл И не говорить Никому из родных До 6 часов вечера Дело было утром Потому что Я не понимал Что происходит И не хотел Да Не хотел пугать раньше Меня погрузили в скорую Оттуда я еще позвонил Сообщил Что я там навстречу не приеду Ну короче Отзвонился Главное Что бизнесмен Он сюда все свои дела поприделает Вопрос все закроет И только потом Позволит себе Заниматься собой Вот это тоже Склад ума на деле На самом деле Я был абсолютно спокоен То есть Я понимал Что если я сейчас Дам слабину То в общем-то Есть вероятность Что слабину даст еще кто-то Траха не было Я просто Пытался оценивать риски Когда меня погрузили в скорую У меня Мото-куртка Соответственно Перчатки С длинными крагами И Там Медбрат Или врач Не знаю кто Это фельдшер вероятно Вот он говорит Нужно снять куртку Я говорю Хорошо Но для этого Нужно снять перчатки Он говорит Не-не-не Он говорит Левую перчатку С тебя снимать не будем Потому что не может Потому что у нее кровь льется Да-да-да Это типа опасно Вот я говорю Ребят Ну как бы ситуация в том Что если бы у меня руки были здоровыми То куртку вы бы все равно сняли с этой рукой Не снимая перчатки Поэтому тут как бы по-любому надо Он говорит Ну я не буду Я говорю Ну хорошо Значит я сниму В итоге я ее там Аккуратно расфлировал Стянул Вот они положили руку В какую-то картонную лангетку Вот сняли куртку И значит Ну поехали дальше И проблема была в том Что Ну собственно Здесь я не знаю Не видно Наверное Вот отсюда выходила кость И зрелище Видимо было Достаточно сложным Все врачи Персоналы Которые мне встречались Они прежде всего Обращали внимание на руку Конечно Откуда кровь Откуда кости торчат То лечить вроде надо И я каждому встречному Поперечному говорил Что Говорю Ребята Главная проблема в спине Рука расходник Потом починим Давайте Мы занимаемся спиной Меня катали По разным кабинетам Я там Перелизал В эти все аппараты Делали рентгены После чего Отправили в реанимацию Отобрав все вещи Был все время в сознании Все время Соображал что происходит Все время контролировал Состояние боли Вообще Ты как спортсмен Получается Боль переносишь Достаточно стойко Ну У меня вообще С физической болью Да Есть Свои договоренности Наверное Да Соответственно Есть ничего Нельзя Я позавтракал Только На следующий день Операция на руку Почему на руку Потому что Типа спина сложнее К этому Надо готовиться Отправляют на операцию Перед этим Проконсультировался С анестезиологом Они решили Делать операцию Под местным наркозом Наркоз Вводили подмышку И это была Первая сложность Выяснилось Что мне Практически Нереально Отключить руку Таким образом Потому что В связи с Занятиями Спортом У меня Гипертрофированы Узлы Там все такое Крепенькое Что не проткнуть Перевожу Для тех Да Их прожать нельзя То есть Игла вводится А препараты Вести не могут При том Что они там Как у специальной машинки Это делали А какие ощущения У тебя были классные В этот момент Это было отвратительно То есть У тебя ковыряются В подмышке Это происходит Там около часа В итоге Они психанули Отключили меня Центрально И все сделали Ну собственно Я открываю глаза В реанимации Чувствую Что у меня болит Почему-то Левая часть лица Понимаю Что я ее просто Разбил Этой железякой Которой мне на руку Поместили Видимо Я что-то Неудачно почесал Дальше все тоже Было непросто Грудь с левой стороны Сильно ушла назад Вместо двух Сломанных позвонков Как вроде бы Показал рентген Уже на столе Обнаружили Что их сломано Пять Собирали буквально Из подручных материалов Поэтому некоторые винты Проходят очень близко К спинному мозгу Да и сама операция Прошла с осложнением Сергея пришлось Возвращать из состояния Клинической смерти Ожог от дефибриллятора Беспокоил какое-то время Но врачи не сообщили Пациенту о том Откуда он взялся Сказали Натер об жесткий Операционный стол Страшная история Твоя начиналась И здорово То, что она так хорошо Закончилась Потому что Вот мы увидели Как он там проходит Перед операцией После операции Все время шевелил ногами Чтобы понять Как бы работает оно Или уже нет Потому что вот этого Прям не хотелось Очень странное И отвратительное Вообще ощущение Два дня назад Ты мог Сто раз отжаться За подход А сейчас ты сам В туалет не можешь сходить Это конечно жесть Это самое было Острое ощущение Что Сильный человек Который мог Практически все В момент перестал быть Да Вроде ничего такого Не произошло А хлопа до свидания Мне было очень неудобно Перед своими близкими Которые мне помогали В этом То есть вот Ну во-первых Я им конечно Безгранично благодарен Но мне было Вот прям Реально неудобно Я каждый раз Испытывал Какой-то стыд Я думаю Да что ты вообще Через некоторое время Доктор сказал Что мы будем Пробовать вставать И типа для этого Мне нужен корсет Принес каталог какой-то Был выбран корсет За какие-то там 11-12 тысяч рублей Фокус в том Что я этим корсетом Воспользовался Один раз Процесс застегивания корсета Занимал достаточно много времени А из-за того Что тебе сложно Находиться в принципе В положении Даже близком к сиде Мне намного проще Было Стать опираясь на руку Нежели Застегнуть корсет И опять-таки Тут Помог наверное Спорт Потому что Я быстро переучил себя Двигаться за счет Тех мышц Которые можно задействовать Потому что спину Ну как бы Там разрубили все мышцы И в принципе Нельзя было пользоваться Первое время А как На что вот переключался Вот А грудь, пресс, руки Ну то есть Ты просто пытаешься Изолировать Вот Изолированные упражнения Надо делать Всем Всегда Кроме базы Есть еще и они За счет этого двигаешься Так и есть Что было еще Вот сложным Именно в процессе реабилитации Вот в моменты Когда в больнице Следующий этап Из чего вообще Она состояла И где были моменты сложные Я очень хорошо помню Как я учился ходить Вот И я напоминал зомби Как мне кажется Острая боль в спине И ты вот маленькими шажочками Пробираешься Ну я начал себя дрессировать Там был коридор Я ходил по этому коридору У меня была задача Дойти до дальнего конца И ты конечно Вот я прям угадаю Ты делал больше Чем разрешалось С первого дня Конечно безусловно У нас даже с врачом На эту тему шутки были Когда я там При выписке спросил Можно ли стоять в планке Вот Он сказал Да конечно можно И я потом приезжаю На перевязку И говорю Вот там А еще швы не сняли Я говорю Вот представляете Какая проблема Как бы Минуту простоял И вообще чуть с ума не сошел А говорю Ну до этого Там 10 минут Мог простоять без проблем Он смотрит на меня Говорит А планка это что? И он понял Что такое планка Он был недоволен Ну логично Да Это как я спросила Что-то когда я приседаю Со штангой Мне что-то неудобно В ноге И доктор такой Когда вы делаете Что? После того Как я выписался оттуда Мне нужно было Заниматься рукой У меня есть Чудесные две Сводных сестры И вот одна из этих девчонок Она сейчас Хирург-травматолог И она Когда узнала Что со мной Все это произошло И что меня уже Прооперировали Она конечно Орала безумно В основном матом Потому что Маленькая хрупкая девочка Вы вообще Наглухо отморозки Мягко говоря Почему не позвонили Ты говорит Вообще знаешь Что с тобой произошло Дебил Тебя оперировали Восемь часов И ты сдох Я говорю Что прости Она говорит Ты мать твою Сдох И она меня устроила В клинику При РЖД Потому что Там один из лучших Кирургов По ровно Вот этим суставам То есть кисть Собрали Там где Собирали Абы как И не собрали Кисть Собрали Никак Да Сустав Не сжали Ничем Они просто Зафиксировали И вот у меня Тут появился Шрам Например И я до сих пор Эту поверхность Кожи Не чувствую Нормально То есть мне больно Дотрагиваться Просто потому что Эти спицы Повредили нервное окончание А толку Элизарофон такой У меня да Он у меня на память Остался Зато Не у меня отобрали Перепродали Наверное кому-то Да-да-да Они кстати Хорошо продаются Вообще шикарно И как в итоге Дальше восстановили Я лег в РЖД Там мне ее собрали Анестезиолог Не поверил мне Что мне нельзя Отключить руку местно И попробовал Снова это сделать Да Абсолютно верно И снова у него Это не получилось Абсолютно верно И когда доставали Ситуация повторилась Еще раз Был новый анестезиолог Я говорю До вас Два раза Ничего не получалось Он говорит У меня все получится А вот я-то точно смогу Ну я же такой Крутой анестезиолог Ну давай Иди сюда Дальний тип Ковыряем Зато отлично Собрали Поставили пластину После того Как сняли швы Я почти сразу Начал стоять на кулаках Потом как-то отжиматься У меня стояла задача Как-то выровнять грудь И я понимал Что вот без Там банальных отжиманий Я грудь не выровняю никак И в какой-то момент Она пошла Она начала хрустеть И потихоньку Потихоньку Вставать на место Хотя до конца Встала Вот этой зимой У меня периодически Выступала одна Маленькая костяшка И когда там После очередного Дня груди У меня что-то Хрустнуло И выровнялось Окончательно Я был такой довольный Сколько времени Заняла Вся реабилитация Вот с момента Когда ты начал делать Первые шаги Со спиной И когда ты уже Восстановил И руку И грудь Не готов сказать Сколько всего Потому что Сама конструкция Она доставляла Болевые ощущения Я, ну пока Опять же Был титан Я в тот же зал Например не ходил Я там Занимался Легким кроссфитом И не более того Многие лежат на диванчике Ничего не делают Просто кабачками Тут у нас другая ситуация До того Как мне поставили Сняли Аппарат Резарова Я вот В рамках обучения Ходить Начал ходить По лестнице Например То есть я понимал Что мне ничего больше нельзя Я просто выходил в подъезд И ходил На верхний этаж На нижний На верхний И сколько раз По-разному Ну как бы сначала Совсем чуть-чуть И потом все больше 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 Поразительно было Что ты берешь Не знаю В рюкзак Полулитровую бутылку воды И не можешь идти Но потом Опять же Потихоньку Потихоньку Все выровнялось Спортсмен уже Проще реабилитироваться Чем обычному человеку Конечно И не только реабилитироваться На самом деле Тот же хирург Мне сказал Что По сути У меня двигались ноги За счет того Что у меня был Хороший Мышный корсет Да То есть он Прямым текстом сказал Что Если бы ты жил иначе Скорее всего Уехал бы отсюда На колески Когда Понял что надо Возвращаться уже Когда вернулся В серьезный спорт Уже в полноценном Как только Достали Титан И сняли Ну у меня это подряд Произошло То есть Сначала разобрали руку Потом Да Сразу разобрали спину Как только сняли швы В принципе Я сразу начал И Наверное Пика достиг Ну где-то Месяца через 4 После снятия швов Уже Уже Мы год Значит Не ходили Ну нормально Титан был везде Болела постоянно От бутылки В рюкзаке Было И через 4 месяца Человек вернулся На пик формы Когда возникли мысли О мотоциклах Вообще Вот Да мысли о мотоциклах Они не исчезали Пока был Титан Логично Что ездить нельзя Потому что Маленькая оплошность Тебе хана Потому что Ты отличаешься от того Каким ты был раньше А после того Как все достали После того Как там мышцы стянулись обратно Ну чем я стал хуже Ничем Я приобрел опыт Возможно Я буду как-то Этому опыту Ну как бы На него как-то озираться Да И как-то следовать ему Хотя Бывают сборы Опять же Почему Точно такой же мотоцикл Вот как вообще Как Этот мотоцикл Пытался тебя Ушатать много раз И у него это получилось Его ты продал Но ты купил Братца Его Как так вышло Во-первых Я действительно продал тот Потому что У него Он слишком сильно Меня кажется Не любил Там жестко Я не накатался Наверное На этом аппарате То есть я стараюсь Не повторяться По технике По жизни У меня в общем-то Ничего не дублировалось Но здесь У меня было чувство Что я не доездил Он пытался меня покорить Я с этим не согласен Он должен покориться Не я Он должен слушаться Конечно Мотоцикл по сути Это Ну это живое существо Для меня по крайней мере Это Какое-то животное Оно опасное Оно порой Настроено за тебя Порой против тебя Знаешь Когда собака растет У нее есть эпизоды В жизни Она проверяет Хозяин на прошлом Да В жизни каждого щенка Их обычно Три или четыре Когда она считает А я наверное Слишком Уже достаточно большая Для того Чтобы его покорить И вот Твоя задача Показать что нет Если ты На протяжении всего этого Времени показываешь Что нет Она становится Твоим лучшим другом Союзником Когда-то на мотоцикле Чтобы было что покорять А то Конечно Я должен Возобладать Над самой мощной тварью Вот он мужчина Вот оно мужское Чисто Тестостерон Просто у нас Через экраны Брызжет Люди ловить Как ты вот Первый раз Поехал после аварии Вот тот момент Когда ты на него сел Эмоция Как будто я с него Слез вчера Завелся И поехал Я даже сам удивился То есть я выезжаю И понимаю Что как бы Ну вот у меня Стал послабее навык Как будто я зиму потерял Ну собственно Я ее потерял Просто плюс к зиме Я потерял еще один год Да А в остальном Типа все так же Но в какой-то момент Я поймал Неожиданный для себя Эпизод страха Я входил В поворот Который я не видел То есть это было в темноте В глубокий левый поворот И фары высветили бордюр А собственно В момент Когда рука сломалась Я был примерно В той же самой позиции Только было светло И во мне в этот момент Что-то екнуло Вот И как бы организм сказал Тормози А я подумал Дурак Как бы ты сейчас затормозишь И точно уберешься Продолжай И как бы я заложил его глубже Добавил газу И все в порядке И вот так человек Завладел и мотоциклом И собственным организмом И это самое главное Когда ты хозяин сам себе Любая техника тебе покорится Что бы ты посоветовал тем Кто сейчас попал в аварию Восстанавливается Просто не знает что делать И просто смотрит это видео Я бы им порекомендовал Посоветовал Не унывать Не сдаваться Держаться до конца И верить в себя Верить в лучшее Дело в том Что даже если Не приведи Господь У вас появились Какие-то необратимые Последствия Этого ДТП Ну опять же У меня например Теперь болит спина Она всегда будет болеть Я стараюсь это как-то нивелировать Но она будет болеть всегда Это не такая большая проблема Кто-то может лишиться руки Ноги Еще чего-то Но пока мы не лишились жизни Мы всегда можем выжить Из того что осталось максимум И если вы не сдадитесь Если вы будете продолжать двигаться Все обязательно получится Можно быть счастливым В любом состоянии В любой ситуации Главное настрой Держите его И не сдавайтесь Спасибо тебе большое Я думаю наши зрители Сейчас получили огромный заряд позитива Мотивации Да как минимум Не просто не сдаваться А заняться уже наконец спортом Потому что он реально решает Помогает в любой ситуации И в аварии И не в аварии Да и вообще это в принципе Ну выгодно жить Когда ты тренированный Когда ты готов к любой ситуации А вы дорогие мои зрители Занимаетесь каким-то спортом И каким Как он помогает вам в жизни А с трудными ситуациями После аварии Или еще с какими-то Вы справлялись с помощью спорта? Обязательно пишите в комментариях Ну а мы с вами увидимся Как всегда В следующую среду И не переключайтесь Дальше будет только интереснее Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет Субтитры сделал DimaTorzok